Вы знаете, я хочу немножко вернуться к предыдущему выступающему, вот в плане географии центров ядерной медицины, ну, опять нужно сформулировать, что это такое. Во-вторых, мне кажется, здесь вот такое голое администрирование, оно едва ли получится, все-таки нужно использовать то, что есть в территориях, и вот на этих вот точках роста вот что-то и делает. Ну, вот я позволю себе познакомить вас с нашим опытом, так сказать, от идей до реализации, вот что произошло и происходит в интересном регионе, таком как Уральский федеральный округ. Дальше, пожалуйста. Значит, исторически сформировалась определенная зона роста, это медицинская база с системой подготовки кадров, это, безусловно, ядерно-оружейный комплекс и большие информационно-этические ресурсы. Далее. Значит, опять же, исторически сложилось так, что, значит, в Урфо сконцентрированы большие возможности применения ядерных медицинских и немедицинских технологий. Вот, хотя, в общем, Урфо сформировался интересно очень, вот в Урал всегда сходили такие регионы, как Башкирия, Оренбург, Пермь, где тоже есть кое-что из ядерной медицины. Но зато мы приобрели Тюмень и Ханты-Мансийск. Далее. Это тоже исторические реалии. Значит, на относительно небольшой для России территории сконцентрированы, ну, практически все существующие сегодня в стране технологии ядерной медицины, это и радионуклидная терапия, и несколько ПЭД-центров, и кибер-регамма-нож, и брахиотерапия. Все в пределах одного округа. Далее. Дальше будьте добры. Значит, в 16-м году, в марте месяце, мы создали рабочую группу при полпредстве уральском, где соединили и впервые собрали, так сказать, различных участников от этого рынка, этой тематики. Далее. Значит, задачи были поставлены совершенно очевидные. Далее. Значит, в состав вошли, ну, вот, к сожалению, достаточно мелко написаны фамилии крупных людей. Это крупнейшие специалисты в области ядероружейного комплекса и физики, и подготовки кадров, и врачи. Далее. Значит, ну, вот, некоторые из наших партнеров, которые вошли в содружество, безусловно, не все, так сказать, ну, исторические, вот, чьи фотографии у нас были. Лидер по производству изотопов – это производственное объединение «Маяк», лидер международный, насколько я знаю, это предприятие номер один или номер два в мире по производству «Спектра». Вот, из интересных учреждений – это ракетный центр имени Макеева, вот, ракета «Сармат», которая скоро закончит испытания, вот, именно оттуда. Далее. Вот, наш центр дальше. Определенная на Урале сложилась научная школа, нас молодые доктора защищают кандидатские, докторские диссертации, проводим конференции, в том числе и в рамках этой ассоциации. Далее. Кибернож в 2011 году мы запустили, это один из двух киберножей, которые работают на бюджетной основе в условиях крупной онкологической клиники в институте имени Герцена и у нас. Ну, как бы, отличие принципа работы, они понятны. Далее. Вот, частных. Значит, ПЭД в Челябинске единственная в России сеть ПЭД-центров, это два больших ПЭД-центра в Челябинске и Магнитогорске, работающие в рамках онкологической службы, подчиненные общей идеологии, и связаны, помимо юридических аспектов, еще и широкополосным интернетом. Это очень удобно создает маневр возможностями. Ну, и как бы, молодое поколение уже забыло, как можно работать без позитронно-миссионной диагностики. То есть, действие это на большой срок для внедрения технологий. Далее. Значит, ПЭД-диагностика расширяется. Мы планируем в ближайшее время запустить технологии по диагностике кардиологических, проблем неврологических. И хоть для меня, как для онколога, было открытием определенным, что по данным кардиохирургов, значит, четверть или треть пациентов, которые выполняются очень распространенные сейчас шунтирующие операции, они выполняются на измененном миокарде. И, собственно говоря, ждать эффекта очень сложно. И вот ПЭД-диагностика позволит вот этот поток пациентов перевести на адекватные для них методы лечения. Так же, как диагностика патологии головного мозга, опухоли, само собой. Но ранняя диагностика паркинсонизма, Альцгеймера тоже проблемы достаточно существенные. Вот у Рональда Рейгана диагностирована была болезнь Альцгеймера до клинических проявлений. Как бы он очень достойно завершил свой достойный жизненный путь. Как бы, ну, есть еще много примеров. Значит, ведутся работы по формированию ПЭД-центра в городе Снежинске. Вот здесь тоже есть большие юридические проблемы. Циклотронно-радиохимическое производство подлежит Росатому. Значит, онкологическая служба Минздрав могли бы ставить там свои ПЭД-сканеры, но невозможно передавать изотопы из одной, скажем, структуры в другую на современной законодательной основе. Вот довольно большие государственные деньги, они, так сказать, заморожены, ждут своего часа. Но для себя мы на опыте работы Челябинска-Магнитогорска определили, что в ПЭД-центре 1 плюс 1 явно больше, чем 2. Это очень рационально. Далее. Дальше. Значит, следующий раздел тоже очень проблемный. Нейтронная терапия. Ну, у нас в стране есть мощные физические центры, где есть установки, которые создавали совсем не для медицины. Вот могут использоваться и других целей, в частности, то, что касается нейтронной терапии. Значит, у нас был третий центр в России после Томска и Обнинска. Если в Томске в Политехническом институте используется циклотрон, в Обнинске использовались нейтронные ядерные реакторы, но реактор отработался, я сейчас как бы ждем новое дыхание. Мы использовали далее, пожалуйста, нейтронный генератор. Машина абсолютно двойного использования для основной тематики института, который занимается разработкой. И занимался, и занимается сейчас успешно ядерным оружием. Вот как это машины выглядели, снимок не секретный. Абсолютно не похоже на то, чем мы работаем в больницах. Значит, фасад нашего здания. Такой интегрированный слайд, который показывает разницу в эффективности нейтронной и фотонной терапии. Далее. Вот. Но мы вынуждены были год назад остановить эти работы в связи с ужесточением законодательства. Мы работали почти 20 лет по протоколу клинических испытаний. Но активность Следственного комитета и контролирующих органов заставила нас от дыха подальше эти работы затормозить. Немножко назад, будьте добры. Значит, было открыто в 2011 году в рамках предыдущей онкологической программы федеральной отделения радионуклидной терапии. Мы тогда были первые. После Обнинска, вслед за нами открылось еще несколько отделений. В плане законодательства обращает внимание вот что. Половина стоимости. Дефицит этих коек, он колоссальный в стране у нас. Колоссальный. Долг еще будет очень большой. Половина стоимости отделения, оно стоило в тех деньгах порядка 240 миллионов. Около 120 стоят очистные сооружения. То есть, канализация отстоя. Вот этот, можно сказать, постчернобыльский синдром, излишне ужесточенные санитарные нормы, заставляют закапывать канализацию колоссальные деньги. Вот я видел в ряде стран, не менее озабоченных, чем бы здоровье населения, в Германии, Великобритании. То есть, от такого отделения сбрасываются отходы в канализацию миллионного города, и там, в общем, все это достаточно эффективно разбавляется, переваривается, экранируется. С тем, как канализация на выходе, в общем, никакой радиационной грязи нет. Но мы продолжаем бухивать деньги вот в эти вот вещи. Это еще одна законодательная проблема, которую нужно решать. Понятно, что определенные стереотипы есть у законодателей и общественности, как это мы, значит, повысим пародию. Но, с одной стороны, доступность лечения, а с другой стороны, избавление от излишне жестких нормативов. Далее, пожалуйста. Брахиотерапия ракопрестательной железы. Значит, внедрена у нас, внедрена в Тюмени. Ну, достаточно был сложный, интересный путь. Мы технологию подглядели еще в 1994 году, когда Челябинская область по каким-то причинам была побратимом штата Южной Каролины. Вот туда часто ездили, вот потом как-то родственные связи утратились. Но все равно мы кое-что туда привезли. И вот в 2020 году открывали первое на Урале отделение онкоурологии. Вот это близко и понятно. Нам многие говорили, да вы что, зачем, значит, урологи прекрасно справляются. Но оказалось, что нет, в том числе и радиационных технологий у них тоже нет. Далее. Это все-таки пророгатива онкологов. В том, урока офтальмологии интереснейшая тема. К сожалению, вот несколько крупных федеральных центров, и мы имеем в составе своей клиники. Это структурное подразделение, где используем в том числе и радиационные технологии, в частности, вот лечение меланомы аппликаторами родирубидиевыми. То есть была такая определенная закрытая тема. Для меня тоже было открытием, когда начинали, что каждая третья меланома расположена в области глазного яблока. Вот, а меланому нужно лечить все-таки не как глазное заболевание, а как онкологическое. И в арсенале должна быть и химиотерапия, и лучевая. Вот это было реализовано, и получены очень интересные результаты далее. Вот если говорить о применении технологий, у нас есть опыт лечения двух пациентов с меланомой глазного яблока. Аппликаторы этой серии, вот на кибернаже нам удалось в двух пациентах получить заднюю полусферу глазного яблока с сохранением хрусталика. Ну, это как бы изоскопленный, но это можно сделать только в условиях крупного центра. Значит, принято решение о строительстве центра протонной терапии, место земля. Вот я думаю, что несмотря на смену губернатора в области, эта тема жива и будет поддержана развиваться далее. По крайней мере, интерес мы видим. Первый визит нового губернатора и полпреда были в Челябинский онкологический центр. Далее. Вот сотрудничество с оружейным комплексом. Вот ряд известных лиц из Академии наук. Вот сзади Сахаровская слойка, царь бома впереди. Современный артиллерийский ядерный снаряд. Вот снимки отрытые все. Вот если пенисинская техника эволюционировала в такой степени, то, наверное, многие проблемы наши были бы решены. Но как бы потенциал научный это очень хорошо демонстрирует. Далее. Вот интересные снимки, значит, из того, что делают наши коллеги. Опять же, много интересных лиц. Генрих Витальевич Голтобенко, Юрий Станиславович Мордынский. И памятник Курчата. Вот таких три. В Снежинске, на Маяке и на Семиапаратинске, где производились первые испытания отечественной атомной бомбы. Далее. Значит, вот я уже упоминал. Маяк и источники для импортных гамма-аппаратов. Далее. 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 Значит, наш основной идеолог со стороны физиков. Вот. Проблема подготовки кадров. То есть, есть определенные, скажем, точки роста. Это в МИФИ, в частности, подготовка медицинских физиков, радиохимиков, специалистов по топометрии. Но это носит такой несистемный характер далее. Значит, мы на Урале, в Челябинске открыли на базе классического университета факультет фундаментальной медицины. И в рамках не ядерной медицины. Это как бы не наше, это не здание с колоннами и с львами. Это некое такое структурно-функциональное координирующее подразделение, которое собирает заказы, так сказать, на подготовку специалистов, нараживает научные контакты. Ну, вот посмотрим. Я надеюсь, что оно окажется жизнеспособным в рамках УРФО. Далее. Ну, и вот на этом мне бы хотелось закончить, показать те проблемы и те, вот тот тернистый путь, который в нашей специальности проходит, вот идея. К сожалению, вот эта дельта, она получается достаточно большой. И вот цитаты Шекспира, вообще ее как бы в Шекспире нашел профессор Привалов, который здесь присутствует. Я вот позволил себе процитировать его и Шекспира. Вот если мы не будем, так сказать, ей соответствовать, то ничего хорошего нас не ждет. А у нас все условия есть для того, чтобы шагать в ногу со временем. Большое спасибо. Спасибо.